Здравствуйте, мои к сожалению немногочисленные зрители. Сегодня я хочу вам в моей новой студии, которую я сделал для предметной съемки, рассказать вам о своей уже достаточно старой, но еще пользуемой мною в работе системе стабилизации. Эта система стабилизации состоит из двух предметов. Это камера GoPro, GoPro 4 Hero Silver Edition и стабилизатор Xeon Evolution, Xeon Evolution. Система уже достаточно старая, потому что собственно сама GoPro вышла в продажу в 2014 году. Стабилизатор был куплен мною в 2015 году. Надо понимать, что на тот момент времени других стабилизаторов собственно и не было. Большие стабилизаторы для больших камер, они были дорогие, они были недоступны простому покупателю, а нам были доступны именно вот такие малюхасенькие. Из особенностей этой камеры и стабилизатора я могу показать, что в режиме отслеживания по горизонту она управляется джойстиком. Вверх-вниз поднимая и опуская джойстик мы можем управлять камерой. Если включаем следующий режим фиксации на объекте, то теперь поворот стабилизатора вверх-вниз и вправо-влево не влияет на ее положение, на положение камеры. Кнопка переключения режимов была раньше совместичена с джойстиком, но так как эта конструкция у меня уже давно, кнопка сломалась и я сделал отдельную кнопку включения и выключения режимов, что собственно меня вполне устраивает. Вот такая маленькая конструкция, такая маленькая камера. В общем-то так много удовольствия, много снято с помощью этой системы, много хороших кадров получено с помощью ее. Хотя на настоящий момент я хочу сказать, что эта камера конечно уже очень и очень устаревшая. В ней нет привычных функций, которые мы можем получать в современных, скажем, телефонах, смартфонах. А в этой камере они закладывались только как изначальные. Поэтому пользуюсь я ей в простом режиме, в простом режиме такого travel blogging. Когда можно пройти с камерой к ней, у меня есть специальный подключенный микрофон, именно подключаемый к GoPro. Хотя по микрофону я тоже скажу, что эта система получается с недостатком. При подключении микрофона в разъем microUSB гаснет экранчик. То есть ты уже когда ведешь блоггинг с помощью этой камеры, работаешь скорее интуитивно, ты знаешь примерно какое пространство она покрывает и работаешь в пределах этого пространства. Но вот такая малюхатенькая камера. GoPro Hero 4. Server Edition. И стабилизатор в укороченном варианте. Потому что есть вариант этого стабилизатора под большие батарейки 18650. Сейчас в нем стоят батарейки 18350. Поэтому стабилизатор получается очень небольшой, очень компактный. Комплект хоть и устаревший, но очень и очень работоспособный. Я им доволен. Желаю, чтобы у всех у вас были хорошие работоспособные комплекты долгие годы. А если они еще и будут меняться периодически, будет просто великолепно. Как-то так, малято. Как-то так, малято. Продолжение следует. Продолжение следует.